Здоров, 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 привет! Да, это всё тот же я, это всё те же самые вы, и это всё тот же канал, и это всё те же топы. Вы уже видели топ игр, сделанных по фильмам? Да? Отлично. А вот тут вот я решил посмотреть, что будет, если сделать наоборот, фильмы по играм. А если ты не видел предыдущий ролик, то бегом по ссылке в описании смотреть его. И заранее спойлер. Почти все фильмы по играм это лютейший трэш и дичь. Почему так, не спрашивайте. Хотел бы я сам знать ответ на данный вопрос. И начнём давайте мы с того, за что не стыдно. Mortal Kombat. Я считаю себя Алдом, мне 25. И я вот отлично помню, насколько был этот фильм крут. Тут ты с братом только что дрался на Сеге друг против друга, а спустя уже полчаса смотришь, как живые актёры отыгрывают тех же самых персонажей. Это такой, вау, а фаталити будет. Но, увы, не считая фаталити от Скорпиона, нифига подобного не было. Или было, я уже не помню. Но, сути дела, это не меняет. Раньше этот фильм был нереально крутым. Даже для тех, кто ни разу в жизни не видел эту игру. Постановка драк была на уровень выше, чем в тех же черепашках-ниндзя, выше, чем примерно в одно и то же время. И вот даже в том далеком пиздюческом возрасте я видел разницу в качестве. И эта вот разница точно была не в пользу черепашек. Mortal One Love. А вы пишите в комментариях, что из данного топа считаете своим любимым фильмом по игре. Едем дальше и да, наконец-то вот эта вот моя фраза была к месту. Едем мы и доезжаем до попытки из Need for Speed'а сделать ураганные гонки с драйвовым узоном, крутыми тачками и горячими тялочками. Но вышло просто нечто посредственное. Хотя фанаты спортивных тачек высоко ценили и слабый сюжет, и скучные покатушки на дорогих машинах и... Ладно, если бы там не было шикарного мустанга, то вот лучше бы я посмотрел серьезно крысиные бега. Тоже о гонках, только блин, еще и сюжет намного интереснее, чем в Need for Speed'е. Но, а если вы хотите посмотреть действительно годный фильм по игре, то с радостью вам посоветую Silent Hill, особенно первую часть. Просто шедевральный саундтрек, создающий львиную долю атмосферы. Отличная работа оператора. И несмотря на довольно-таки большой возраст уже фильма, все еще крутые спецэффекты, с которыми не сможет посоперничать сейчас, к примеру, даже сериал по Ведьмаку. Но, думаю, не стоит мне пересказывать сюжет фильма. Вряд ли его кто-то из вас не видел, а если вы пропустили каким-то чудом, то просто поверьте мне, этот фильм, шедевр, и вот ты, да, да, именно ты, просто обязан его посмотреть. Лучший фильм по игре, а хотите увидеть худший фильм? Тогда, Блад Рейн. Старик Уви Боу, конечно, мастер делать трешак, но вот в серьезные фильмы он не умеет. Думаете, это я такой вредный и без оснований на него наезжаю? Ну да, ну да, и именно поэтому первая часть фильма о Кровавой Рейн была номинирована аж 6 раз на Золотую Малину в 2007 году, да? И вот для тех, кто не знает, то эта вот награда, Золотая Малина, выдается самым отстойным фильмом, в которых отмечается худшая актерская работа, режиссура, сценарий и так далее. Привожу самый простой пример. Этому ролику должны бы дать Золотую Малину за худшую в мире озвучку. В принципе, оно и понятно, за что так низко оценили данный фильм. Сюжет тупой, как школьник, играющий в робокс. Наша главная героиня – это рыжая, наполовину вампирша, наполовину баба. И весь фильм она бегает за супнабором из-за ребра, глаза и сердца, которые должны якобы ей дать неуязвимость к солнечному свету, распятию и воде. По сюжету фильма она шпехается с охотником на вампиров и в конце фильма занимает трон своего бати, короля вампиров, немного подубив его конец. Вот и все. Смотреть не рекомендую даже под пытками. И пока мы далеко не отошли от нашего гениального режиссера Уви Бойлера, давайте я вам просто покажу тот фильм, где он смог показать себя на полную. Помните, я говорил, что Уви – это мастер трэша? Так вот, он приложил свою руку к созданию фильма по игре Постл. И давайте я вам просто зачитаю описание с одного из сайтов, немного подкорректировав некоторые выражения под более культурные для ютуба. Итак. В забытом богом городке с названием Парадайз группа террористов под предводительством Усама Бен Ладена задумала занести в Соединенные Штаты Америки птичий гриб при помощи популярной куклы Мошонки. Лидер местной секции убеждает своих прихожан, а в частности молодых симпатичных прихожанок, в том, что скоро настанет конец света и нельзя терять ни минуты. Трусы давай, свободу письки и… нет, и всё. Я дальше отказываюсь читать, это мои мозги не вывозят. В общем, любители трэша, чернухи и просто юмора без границы во всех его видах, рекомендую данный фильм. Это лучшее, что когда-либо снимал Уви Бол. И всё, наверное, можно закрывать данное видео, ведь я не знаю, что сможет переплюнуть постул. Но вам ведь этого мало, да? Тогда продолжаем. Resident Evil, или же в православном переводе «Эбителю зла». Игра к фильму отношения имеет, ну, очень отдалённые. И роднят их только разве что зомби и некоторые общие персонажи, появляющиеся в разных частях киновселенной. Главная же героиня на протяжении всех шести фильмов у нас одна. Это Элис, в исполнении Милицы Богдановны Йовович. Более известная всем, как Мила Йовович, родившаяся в Киеве в 1975 году. Всё, минутка интересных фактов окончена, продолжаем деградировать. Если у вас немного свободного времени, и вы хоть немножко любите хорошие фильмы, то дальше второй части я вам не советую смотреть, ведь там у нас начинаются упорные сюжетные линии, нелогичные действия персонажей. Вообще, никак не объяснённые сюжетные повороты и тупо паразитирование на названии. Грустно, жалко и печально, что известные по играм персонажи были всего лишь второстепенными в фильмах. Те же Леон, Крис, Ада и Вескер. Все их появления в кино были притянуты за уши. И лучше бы фильм пытался удержать планку первых двух частей, а не смешивал игру и кино. Вот, к примеру, как Лара Крофт, Томб Рейдер. Не уверен точно, в чём именно заключается успех фильма, то ли в актёрском таланте Анджелина Джоли, то ли в её коротеньких шортиках, то ли в динамичных перестрелках и духе приключений. Но по итогу мы имеем одну из лучших игровых киноадаптаций. Отличный пример того, как, используя всего лишь одно имя главного персонажа, можно рассказать совершенно другую историю. Ту, которая не была в игре, но за которой было бы интересно наблюдать. И ты верил, что это именно та ларочка, за которую ты играл у нас в твоём компуктере в начале нулевых. И на этом, наверное, пока что всё. Если ты хотел бы видеть вторую часть, то напиши об этом. У меня есть ещё 8 фильмов по играм, о которых я бы хотел вам рассказать и поделиться своим мнением о них. А вы пишите в комментариях, что видели из этого топа, и какие фильмы понравились тебе больше. С вас немножко лайков. А с меня вторая часть. Как вам такой уговор? Не трудно же. А ещё, надеюсь, тебе не трудно будет подписаться на канал и обязательно включить колокольчик под видео, дабы тебе пришло оповещение о новом выпуске игр по фильмам или фильмов по играм. В общем, оповещение о чём-то новом на нашем канале. А теперь, удачи и пока!